Вместе с Александром Плотниковым глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей. Федеральный участок долгое время был в пользовании вуза. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного и потечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но по мнению краевых властей, более необходимо на этом месте сегодня общежитие для студентов КубГУ. Давайте создадим студенческий городок на этом месте. Оба участка рассмотрим, чтобы переспределить в интересах студентов. И здесь создадим хороший студенческий городок. То, что делает ИЖК сейчас, это происходит в рамках реализации приоритетного проекта. Здесь тоже это все происходит не потому, что ИЖК вот решил этот участок взять и изъять. Есть определенные показатели национального приоритетного проекта по именно федеральным землям, находящимся внутри городов под развитие жилищного строительства. Мы построить всегда успеем, поверьте. И строим. И Краснодар является в тройке лидеров по сдаче жилья. Поэтому это для нас не самое главное. Жилищное строительство мы поддерживаем, оно развивается. Но там, где можно построить будущее, а в том числе путем строительства общежития для тех, кто будущее будет делать. Коллеги, давайте все-таки здесь приоритеты расставим. Как отметил в свою очередь ректор вуза, сегодня остро стоит проблема с проживанием их студентов. Большинство учащихся университета из отдалённых районов Кубани. Кроме того, из-за дефицита мест в общежитиях университет был вынужден сократить количество квот для студентов из других стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова